Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного пособного хозяйства. И сегодня я хочу вам рассказать о сортах перца, которые я выращиваю каждый год и стабильно получаю высокие урожаи. Итак, давайте начнем. Первый сорт, о котором я хочу рассказать, это сорт белорусской селекции, называется сорт Тройка. Это раннеспелый сорт перца, растение невысокое, примерно 50-60 см высотой, подвязки обычно не требуются, кусты приземистые и довольно устойчивые под нагрузкой урожаем. Плоды конусовидные, небольшого размера, 90-110 грамм. Плоды пригодны для маринования, для употребления в свежем виде, а также очень удобно их замораживать для фарширования. Они небольшого размера, как стаканчики помещаются один в один и занимают мало места в морозилке. Какие же преимущества данного сорта? Во-первых, это урожайность, а также устойчивость к перепадам температуры. Данный сорт является ранним, а значит его можно выращивать в открытом грунте. Понадобится лишь легкое укрытие белым спонбондом, и вы получите хороший стабильный урожай. Следующий сорт, о котором я хочу рассказать, называется желтый горлачек. Это также сорт белорусской селекции. Сорт средне-раннее. Высота растения около 70 сантиметров. Этот сорт является крупноплодным. Плоды весом 170-200 грамм. Стенки довольно толстые, около 7-8 миллиметров. Данный сорт хорошо подходит для приготовления различных салатов, для употребления в свежем виде, а также для заготовок. Преимущество данного сорта желтый горлачек является то, что он крайне урожайный и устойчивый к грибковым заболеваниям. Поэтому всем рекомендую высевать, высаживать данный сорт перца. Третий сорт, о котором я хочу рассказать, это сорт сладкого перца воловья уха. Этот сорт российской селекции. Производитель семян Сибирский сад. Данный сорт является крупноплодным. Растение высотой 60-70 сантиметров. Какие преимущества данного сорта? Сорт очень урожайный. Это во-первых. Во-вторых, плоды данного сорта могут долго храниться и не терять внешней привлекательности и вкусовых качеств. Всем рекомендую данный сорт перца. Следующий сорт, это сорт Синельга. Также от Сибирского сада. Данный сорт перца, наверное, один из моих самых любимых. Высота растения также около 70 сантиметров. Плоды очень крупные, до 300 грамм. Толстостенные. Стенки толщиной 8-10 миллиметров. Отличительной особенностью данного сорта является то, что плоды в технической спелости фиолетового цвета. В биологической зрелости они темно-красного цвета. В плодах содержится очень много антоцианов. А это значит, что они полезны для иммунной системы. Следующий сорт перца, сорт Гулливер. Семена у меня свои. Я их собираю из своих плодов, которые выращиваю, и ежегодно высеваю. Это один из первых сортов перца в моей коллекции. И уже много-много лет я всегда выращиваю этот сорт. Какие же у него характеристики? Это раннеспелый сорт. Высота растений до 1 метра. Он высокорослый. И в обязательном порядке его нужно подвязывать. Потому что под нагрузкой урожая кусты могут ломаться. Этот сорт крайне урожаен. На одном кусте может быть более 20 перчиков. Перцы довольно увесистые. До 200 грамм. Форма коносовидная. Они длинные. Отличительная особенность этого сорта, преимущество сорта, то, что у него растянутый период плодоношения. Когда уже остальные сорта перцев заканчивают плодоношение, этот перец еще дает урожай, который можно собирать до наступления заморозков. Поэтому всем рекомендую данный сорт перца. Еще один сорт перца, который я выращиваю. Это сорт «Калифорнийское чудо». Семена у меня также свои. Но их можно приобрести, конечно же, и в магазинах. Это сорт американской селекции. Довольно старинный сорт. Ему уже около 100 лет. Выведен в Соединенных Штатах Америки. Растение высокорослое, 80 сантиметров, иногда и метр высотой. Плоды очень крупные. Весом около 200 грамм. Толстостенный. Один из самых толстостенных сортов перца. Стенки у него около 12 миллиметров. Цвет плодов в биологической зрелости может быть красным, желтым и других цветов. Зависит от вариации сорта. Есть несколько вариаций данного сорта. Но все они одинаково урожайны, крупноплодны и толстостенны. Отличительная особенность данного сорта – это устойчивость к неблагоприятным факторам погодным. Это устойчивость к заболеваниям. И огромная урожайность. Это один из самых урожайных сортов перца, которые есть на сегодняшний день. Так что всем рекомендую также выращивать этот сорт. Еще один сорт, который я хочу порекомендовать вам для выращивания – это сорт острого перца. Называется халапеньо. Данный сорт – это разновидность острого перца чили. Его, конечно, лучше высаживать отдельно от сладких сортов перца. Где-то на грядку, либо в теплицу отдельную. Так как между острыми сортами перца и сладкими сортами перца может произойти переопыление. И в результате будет много плодов с острым вкусом. Поэтому в обязательном порядке острые сорта перца высаживайте подальше отдельно от сладких сортов. Данный сорт раннеспелый. Высота растения около метра. Плоды у него небольшие – около 50 грамм. Однако очень толстостенные. Собирают плоды в технической зрелости, когда они еще зеленые. Плоды идеально подходят для маринования, для каких-либо домашних заготовок. Например, для приготовления аджики. Они обладают приятным острым вкусом. Урожайность также у этого сорта высокая. На одном кустике может быть до 40 перчиков. Перец этот ранний. Поэтому его выращиваю я в открытом грунте под легким укрытием из белого спонбонта. И урожай всегда у меня высокий. Вот такие перцы выращиваю я у себя в теплице на приусадебном участке. И всем рекомендую также их вырастить. А еще, пожалуйста, напишите в комментариях, какие сорта перца выращиваете вы. Какие можете порекомендовать. Давайте это обсудим в комментариях. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»